Актуальные темы, независимый взгляд, только эксклюзив в программе Побуянин, 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 с Андреем Буярским, Побуянин. Школьник заходит в магазин и покупает на 1 миллион рублей российских Apple техники. Я хочу в Twitch, я хочу в Twitch. Подожди, подожди, если с YouTube еще я брал чуть больше года, ну вот за год 300 тысяч, это в месяц по 30 тысяч зарплата. Я знаю, где мы все останемся, где мы будем теперь жить, в Телеграме и в ТикТоке, ТикТок китайский. Красный, красный, мы синий к синему, и все, и готово. Дикое расписание, каждый день с часа до шести я стримлю. Человек, если что-то сейчас идет, нужно это делать до конца, вложиться на максимум. За один стрим полтора миллиона рублей. Всем привет на шоу Побуянин, с вами Андрей Буярский. Сегодня у меня немножко необычный выпуск, и у меня в гостях человек, который занимается не только YouTube, он стример. Что такое стример? Для меня это НЛО, ребята, честно скажу, и вот мы будем сегодня разбираться. Сегодня у меня, ютюбер, блогер, стример, Женя Ларкин. Всем привет, друзья. Привет, хаюшки. Спасибо, что приехал, рад себя видеть. Слушай, честно говоря, для меня это некая новая планета, потому что, что такое стример, вообще стримы, я понимал, что это такое, я видел, да, наблюдал. Но я наблюдал, это когда делали музыканты, да, вот, но подплощадка, которая называется Twitch, для меня было только название Twitch и все, и больше я ничего оба. Вот, люди знают, честно тебе. Сейчас тебе расскажу, честно. Да, да, да. Слушай, но мне интересно, ты же начинал, как бы, с YouTube, да? Да. То есть у тебя старт был с YouTube, ты начинал с пранков. Да. Сколько тебе было лет, и как вообще поперла у тебя эта тема? С чего, с какого перепугу ты вообще началась этим заниматься? С 15 лет это все началось, вот, я смотрел украинских блогеров на тот момент еще, и я смотрю, там идет обычный парень, к нему там подбегают ребята, фоткаются, это все круто. Я сам из маленького города. Откуда? Гансовичи, привет. 15 тысяч населения человек, Брестская область, вот, я тоже так хочу, вот у меня загорается, я прям думаю, блин, хочу быть блогером, вот, но на тот момент не было камеры, вообще ничего, я говорю родителям, купите мне еще на тот момент айфон пятый, вот, я начинаю снимать, и самая большая ошибка, с которой, ну, в принципе, я не ожидал, что она будет, это хейт, маленький город, что-то новое, и все прям такое, ну, видят это как будто что-то дикое, что такое блогер, я хожу по городу с телефоном, я выкладываю видео, там 10 лайков, 70 дизлайков, и все с моего города абсолютно пишут, ты такой, ты такой, но прошел через этот путь, и пошло, 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 в Минск переехал, там тоже с ребятами контент начали делать, потихонечку, 50 тысяч набрали, потом хайпанули, уже 100 тысяч. Женя, у тебя серебряная кнопка, да, вот, ну, как бы, я обязательно эту фоточку приклею, тут прямо ты аж, прямо аж, к ней пыльнул, обнял, счастье, то есть серебряная кнопка на ютубе, она получает когда 100 тысяч подписчиков, за сколько они прилетели примерно у тебя? В общей сумме 50 тысяч я набирал, это где-то было года 2-3, и потом просто нечаянно снял видос, он залетел на 3 миллиона, и 50 тысяч за месяц я набрал. А что это за видос, можем его найти? А, да. Так, он у тебя на ютубе, да? Да. Что купит школьник на 1 миллион рублей? Ну, не знаю, ну, что-нибудь, может, надежду какую-нибудь, может, тебе. Ладно, я тебе подсказку скажу, мы сейчас идем в магазин iPhone Беларусь, Apple технику будем покупать. Как ты думаешь, на какую сумму? Не знаю, тысяч 5-10, если. Нет, короче, сегодня будем покупать, ну, ты будешь покупать за мои деньги, то есть я все оплачу на 1 миллион рублей российских. Серьезно? Да. Я, то есть, могу вообще все покупать? Да, ты можешь вообще все покупать в этом объеме, все, что хочешь. Заходишь, и все, что ты видишь, можешь брать, да. Я не знаю, что я это буду покупать на миллионы рублей, это вообще все можно купить, вообще все. Ты должен отложить все, ты должен зайти и купить все, что ты хочешь. Сукшана, Этсукка Гуч, она кручь твоей. У нас есть бюджет 1 миллион рублей российских. 1 миллион рублей российских? Это сколько? Расчитайте там. Мы хотим вас купить чуть-чуть Apple техники. Так это 16 тысяч 150 долларов. Да. 16 тысяч долларов. Да. Мы хотим вас закупиться. 16 тысяч долларов? Да. Вы реально решусь все. Ну, я думаю. Вы, ребята, может, рехнулись немножко? Да нет, думаю, все нормально. Включается 16 тысяч 190 долларов. У вас как платят? 32 тысячи 241 рубль белорусский. Угу. Ну что, не платим? Ну да, я бы удивился, если бы вы принесли наличными. Ребята, вы можете посмотреть на ютубе Женя Ларкин. Заходим на его канал, подписываемся. Слушай, а в чем, как ты думаешь, там все успехов? В чем прикол был этого ролика? Что там такого? Было прямо аж. Три года назад это было, да? Да, да, да. 2,8, ну почти 3 ляма. Лайкос ставьте. Там подписка. Подписывайся. Колокольчики. Где он есть, на инстаграм и так далее. Что там такого, на твой взгляд, было такого прикольного, что оно зашло прямо вау? Школьник заходит в магазин и покупает на 1 миллион рублей российских Apple техники. 16 тысяч долларов. Ну, для всех это было что, в смысле, как. И мы тогда как раз зародили этот тренд, что купит школьник. И тогда это было прямо на хайпе. А мальчику сколько лет этого? Может 12-13 где-то так. То есть, ну, естественно, конечно, все, кто это увидит, они скажут, что это постанова, потому что, ну, лям России, да, миллион России. Да, да, да. У школьника, как бы, откуда, почему и чего. Не, хотя Москва звонит колокола, там такая ситуация вполне возможная, если он мажор, если он там сын богатых родителей и так далее. Но я так понимаю, что ты сделал это... Это постанова, это шоу. Постанова, да? Да, конечно. А снимали здесь в Минске? Да. Я понял. Слушай, ну, я, к примеру, у твоих коллег часто вижу, когда ориентир идет именно на Россию и снимают им там сын депутата, сын президента, сын там еще чего-то. Почему это набирает такой хайп столько просмотров? Ведь на самом деле, вот я, честно говоря, у одного коллеги твоего я снимался, да, в трех роликах, в четырех даже, вот, я вот более тупого контента я не видел нигде. Это не сценария, никаких вот, ну, у тебя здесь постанова, значит, ты уже продумал какой-то сюжет, ну, такой некий был сценарный план в голове, да? Я понял, понял. В общем и целом. Тут по-разному. Там, допустим, берется видео, час снимается, и потом просто вырезаются моменты, делается хорошее полноценное видео. Видеомонтаж. А монтировал ты вообще в какой программке? Adobe Premiere. В Adobe Premiere, да? Да. Тут там самый легкий монтаж, склейка, текст добавить чуть-чуть. Слушай, и а снимал ты вот это на GoPro или на телефон? Это была GoPro, но не GoPro, Sony. Sony камера называлась, такая беленькая, может, у блогеров видели, они часто на нее снимают. Обычная Sony камера, она маленькая, как GoPro, экшн-камера. Единственное, у тебя был сюжет, который ты, точнее, ролик, который залетел с таким количеством просмотров. Ну, после этого начали залетать видео абсолютно все, там 300, 400, 1500, потому что, ну как это, 3 миллиона, и все ребята ожидают, что какое следующее будет видео. И все, и мы начали клепать эти видео, что купит школьник, и начал набирать очень большое просмотр. Слушай, а кто эту тему вообще запустил? Я же так понимаю, что это в любом случае это такой некий плагиатик такой в Ютубе, который друг у друга слизывали вот эти штучки. Из Запада. А, то есть это как Влад А. Бумага, А4, да? То есть он начал, блин, просто брать контент американский, там, европейский, подсматривать и делать аналогичную какую-то такую штуку адаптировать под российскую аудиторию, правильно? Ну, так все делают на Ютубе, абсолютно все. Возьмите шоу Вечерние Урганы, к примеру, на Западе это шоу есть. Оно существует, извините, с 50-60-х годов, когда телевидение появилось, оно, естественно, здесь велосипеда никто не придумает. Но смысл в том, что я вот хотел бы с тобой просто вот как бы услышать твое мнение. Ведь TikTok это тоже такая штука, где каждый может хайпануть, вот реально, кстати, ты есть на этих кто? Да. Где каждый может себя проявить, хайпануть вот просто, ну, как бы, вот просто с нуля, да, вот с чистого листа белого бумаги. Но есть люди, которые следуют трендам, да, какие-то реки там и так далее, а есть люди, которые что-то пытаются все-таки придумывать свое. И всегда, когда он какой-то вот такой эксклюзивный контент, он мне гораздо интереснее, чем то, что следует там, ну, когда девочки кривляются одинаково под какое-то музло, да, которое в реках там, еще и так далее. Почему? Вот как ты думаешь, это как бы слишком мало креатива в голове у людей, либо так проще? Ну, так проще, так легче. Ты знаешь, что набирает просмотры, тебе это нужно снять. Ты снимаешь, тратишь на это 15 минут максимум времени, и оно залетает на большие просмотры, конечно. Никто ничего не хочет придумывать сейчас. Женя, а не нормативная лексика у тебя вообще использовалась, вот когда про Адки ты снимал? Или у тебя... Я стараюсь без этого. У меня просто мама-учитель, у меня такое воспитание, все дела вот эти. Не, ну там где-то можно на улице пролететь нечаянно, вот, но так не стараюсь, чтобы не было. Твич тоже без мата, Ютуб, и везде стараюсь без мата. Твич я специально скачал для себя эту прогу, я просто зашел туда, я понял, что я ничего там не понимаю абсолютно. Ну, это как Ютуб, заходишь на Твич, пишешь ник стримера, допустим, как ник блогера в Ютубе, вот, только ник стримера. А здесь рекомендации есть? Да, конечно. И где они, вот покажи, вот мы зашли с тобой. Они, наверное, с компьютера будут. А здесь не будет, да? С компьютера будут рекомендации. А поиск что это? Это просто вот, смотрю, поиск сверху. Вот это, вот рекомендации, кстати, да. Вот это на реке, да? Да, заходим, ловимся. Обязательно подписывайтесь на Женю Ларкина. Сколько у тебя там, 146, да, тысяча? Нет, уже 154. Так, ну вот, к примеру, я просто играю в игры, общаюсь с чатом. Вроде бы да, Юнтер. То, что ты делал, то, что не нужно было в катке, ты делал, братуха. По-моему, из-за этого. Вы можете перемотать там на катку, там интереснее экшен. Как бы нужно апнуть. Да, я просто, я просто угораю, знаешь, с другого. Я, ну вот, как бы сиди, чувак, да? Сидит перед компом, да, там, я не знаю, в игрушку играю, да? Именно в этом я не силен. По Твечу могу чем-то сказать. Ребята, пишите в комментариях, кто стримит или смотрит стримы на Твиче. И, естественно, на Женю Ларкина подписывайтесь обязательно. Я, честно говоря, не понимаю, зачем. Давай я немножко расскажу. Да, ты же расскажи вот вообще. Хорошо, можно я вам скажу вот как лузер, который человек, который, наверное, просто не понимает. Есть некая тематика, есть аудитория, которым это интересно, да? Как я для себя понял. Ты, как некий гуру, да, ты просто делай, ну, собираешь аудиторию и им рассказываешь свое личное субъективное мнение. И они к нему прислушиваются. Им становится интересно, то есть они тоже, к примеру, эту игрушку тоже балуются, играются, да, геймеры. И ты просто свое суждение рассказываешь, как тебе, ощущения там и так далее. То есть правильно это или нет? Ну, то есть просто они сидят и тупо за тобой наблюдают. Можно просто играть, и они будут смотреть, как ты играешь. Чем лучше ты играешь в эту игру, тем больше людей смотрит. Но Twitch – это не только игровая тематика, там ИРЛ есть такой раздел, где ты можешь просто идти по городу, общаться со зрителями, а не в чате, но они с тобой идут по городу. Это какая-то такая своя атмосфера. И стример для аудитории – это как друг. Ты к нему можешь зайти, с ним пообщаться, попросить совет и тому подобное. Вот. Очень много там есть всего. И спортивные стримы, и ребята… Музыкальные, да? Музыкальные есть. Есть ребята, которые просто сидят, даже в игры не играют, просто смотрят в экран, видят чат, общаются на разные темы абсолютно. Жень, тебе 22 сейчас, да? Тебе не кажется, что это слегка такая деградация немножко происходит? Нет? Это будущее. Это будущее? Конечно. Так, Twitch – это будущее. Ну, хорошо. Ну, это тренд, 21-22 года. Ну, смотри, у меня подвешена метлава, я очень хорошо умею снять мысли, я могу взять какую-то тематику, то есть я могу на Twitch тоже залететь, просто на что ты снимаешь, на какую-то камеру? У меня вебка. Нет, именно веб-камера. На компе? Да, да. Note или что у тебя? Нет, комп. Полноценный комп. А, то есть с Note будет плохо или что? Нет, вообще не потянет. Нужно хорошее оборудование, оно стоит там тысячами долларов. Слушай, а с телефона таки… С телефона можно, с айфона, да, с андроида того же можно. Но это… Чем будет хуже? Качество хуже и функционал. То есть даже если хороший там 13-й Pro Max, он все равно не будет вытягивать, да? Он не будет вытягивать то, что вытягивает компьютер, да. Вот. Но есть стримеры, которые сидят вот с яблока? Конечно, много. И тоже у них есть большое количество подписчиков, да? Да. Вот, ну просто в игры не постримишь на телефоне, к примеру, если захочешь с чатом, поиграть в какую-то игру. Почему? Не тянет. Хорошо, сайпеда. Не захватит. Сайпеда. Тоже будет плохо? Я думаю, что можно, но будет прямо очень сложно это все сделать. Потому что это надо вывести лицо на экран, нужно чат вывести на экран, нужно донаты вывести на экран, плюс саму игру. Это прямо очень сложно будет. Они смотрят им, это интересно. Почему они за это донаты кидают бабки? Добровольно, никто их не просит. Дед, понятно, добровольно, принудительно. То есть, ну я имею в виду, что смысл, это что, у людей лишние деньги? Или они себя хотят, типа, гэй, кому он там, ну типа, крутой бро, давай тебе бабок чуть подкинем, да? Или это уже просто приучили аудиторию? Ну вот на твой взгляд, если по-честному. Это, наверное, прямо давно было заведено, там, я не знаю, стример что-то классное сделал, ты такой, блин, вот это классно, держи денежку, просто благодарность. Ну как зритель может отблагодарить стримера? Там, я не знаю, написать в чат, спасибо тебе за стримы, вот, но его сообщение просто не увидят. А он, когда донатит, видно на экране, и стример читает, и ему приятно, вот так вот. Ну я вот в ютубе наблюдаю одну девчонку, она тоже ведет, она в ютубе ведет стримы, она там постоянно тут, сейчас же какая-то есть эти маски или какая-то прога там, где там ты можешь маленький стать, старый там и так далее, да? И вот она постоянно там, я смотрю, вот у нее появляются вот эти вот денежки там, и она там типа, благодарность, спасибо там, паник, панику, да, паник на ему, того или другого человека, она благодарит, и типа, ну, тому кайф, наверное, я так понимаю. Ну, наверное, да. А ты благодаришь, когда вот донат какой-то прилетает тебе? Конечно, я не прошу о донатах, вот, и у нас не заведено просить о донатах, просто человек, если хочет поддержать, он может поддержать. Есть функция даже, где фолловер может, ну, зритель, может поддержать едой, он может, там есть специальная функция, заходит, допустим, маккомбо какой-нибудь, и оно приезжает стримеру на адрес. Прикольно, слушай. А самое большое, что прилетало, я имею в виду с донатов, вот так вот, ну, за разок, вот прям. 40 тысяч рублей российских. Серьезно? Да. 40 тысяч рублей за раз один донат? 15 лет, парню, фолловер. 40 тысяч. У меня есть, у меня есть стоп-донатер, Саня, привет, спасибо. Больше... Я хочу в Twitch, блин, я хочу в Twitch. Подожди, подожди, угадай, сколько? Ну, за все время он закинул. Ну, лям? Ну, нет, не лям, около 300. Ну, это очень много. Ну, вот, это очень много. Ну, не сегодняшним курсом, конечно, если брать сюда, там... Да, ну, еще темы, это очень много. Один, вот просто подписчик, да, фолловер, который тебе закинул за все время 300 тысяч. Да. А за какой-то период, ну, так, плюс-минус? Это плюс-минус, ну, я вообще стримлю где-то. Ну, если с YouTube еще брал чуть больше года, ну, вот за год 300 тысяч. Это в месяц по 30 тысяч зарплата. Слушай, ну, круто. А на YouTube сейчас такая уже штука не сильно работает, да, вот эти стримы, прямые эфиры? Все перешли на Twitch, абсолютно. YouTube – это видео, Twitch – это прямые эфиры и общение с аудиторией. Были же эти донатили и так далее, тем более твой вот тезка Женя Бэт Камедиан, да, он же как бы, он только на донатах и живет. Это обзоры фильмов. Самое прикольное чувство. Плюс еще монетизация. Да, а у него под монетизацию не попадает, потому что у него все фильмы, он же вырезает, вот, как бы, очень большой объем. Ну, интеграция, может, видео какие-то. Ну, там донатят в основном, и он за это живет, да, и очень-очень круто. Я, когда на съемок мы с тобой встречались, нам немножко разговаривали, ты говорил, что, в принципе, на сегодняшний день Twitch себя кормит, вот, ну, как бы, полноценно, да? Да, я только занимаюсь учебным. То есть тебе, твоей девушке, хватает, да, вот, как бы на двоих? Хотелось бы и лучше, конечно. Ну, понятно, но всем хочется лучше, да, лучше враг хорошего. Просто тут хотя бы удержать то, что есть на самом деле. Или я, как бы, так просто думаю, ну, в жемах я знаю, где мы все останемся, где мы будем теперь жить. В Телеграме и в ТикТоке, ТикТок китайский. Он его не перекроет. Но там уже удаляют тоже пользователей. Каналы? В ТикТоке? Удаляют пользователи? Кто? Сам ТикТок. Если что-то им не нравится, они удаляют. А, ты мне что-то, какой-то политический налет, да, если прилетает? Да. Ну, блин, это же китайцы. Все равно. Ну, вот такая штука. Ага, ничего с этим не сделаешь. В ТикТоке не заходил, да, не пробовал? Я в ТикТоке есть. Что у тебя там как? Тоже с кс-стримами и тому, ну, там видео про кс, кс-го. Это игра, в которую я играю. И снимаю туда контент. Раньше это был лайфстайл. Там всякие ситуации, там парень с девушкой идет, девушка на другого посмотрела, бросил ее, пошел к другой. Вот, залетало, потом подзабил чуть-чуть. И, когда начал стримить, и сейчас снимаю контент игровой в ТикТоке. А сколько у тебя там час? 18 тысяч, по-моему. Нормально. А почему ты не всту не ведешь? Ты не любишь фоткаться, ты не любишь что-то, как бы себя как-то пытаться... Ну, почему ты не любишь Инстаграм? Расскажи мне. У меня, наверное, не то, что не люблю, у меня не хватает просто времени. Вот я прямо отдаю, я по 5 часов стримлю на Твиче, потом занимаюсь ТикТоком, вот, потом с утра встаю, снова за компьютером занимаюсь Твичом. И это все прям, думаю, сейчас нужно еще Ютуб снимать, и на Инстаграм у меня просто нет времени. Вот так вот. Минск-Москва, это у тебя почему? Это просто, это как уже все пишут, там, Минск-Москва? Я в Москву, я недавно только в Минск приехал. А что ты в Москву? Я в Москву переезжал жить. Когда начались ограничения, было принято решение поехать сюда в Минск, и потом, ну, как раз сессия у меня, вот, думал, сдам сессию, поедем обратно в Москву, но не получилось. У тебя Москва, в принципе, не зашла, либо... Очень крутой город. Я когда приехал туда, это совсем другая энергетика, если в Минске я понимал, я был в зоне комфорта, что мне нужно просто отстримить. Пошел погулял, и все. То я в Москве, совсем в другой стране, я понимаю, что мне прямо нужно работать, работать, и на максимум выкладывался. Там постоянно напряжение, 7 лет прожил в Москве, я жил на станции ВДНХ, это улица Останкинская, возле гостиницы «Космос». Вот, и, ну, Москва, для меня город вампир, и реально, ну, я не знаю, как у тебя получалось, там все, что зарабатываешь, нам не оставляешь. Ну, колоссальная сумма такси стоит. Ну, и даже не такси. Это самое, наверное, затратное было. Даже не такси, даже не такси. Продукты не особые. Но Москва тебя не напрягала, да, именно вот как город вампир? Нет, очень крутой, очень красивый. Перспективы, да, какие-то есть? Да, коллаборации, там все абсолютно, там блогеры, ютуберы, стримеры, все в Москве, это очень круто. А у стримеров есть такие вот штуки, как у тиктокеров, там вот эти вот, как тикток хаосы? Коллаборации, может? Нет, вот эти, как хаосы, вот эти вот. Ну, нет, такого нет. Такого нету, да? Они могут просто все... Они бессмысленные? Ну, да, это, наверное, не нужно, потому что все стримеры, они могут включить все свои веб-камеры и это и прикрепить на один экран. И будет просто один стрим, и там будут абсолютно все, с каждой точки мира. Вот так. Слушай, ну, как бы, не люблю считать чужие деньги, но на самом деле в хорошие времена, вот сколько прилетало в месяц в среднем, ну, вообще, ну, так вот. Ну, не для налоговой, это так, просто... Налоги я плачу. А, у тебя ипэшка, что ли, что ли? Нет, просто 13% как полагается. С карточки это или как? Ну, потом я зарегался в, как это называется, я не знаю, инспекция или как там. Ну, налоговая инспекция. Ну, да, да, вот я там зарегался, и мне там выписка, сколько мне нужно заплатить, все, пошел, занес. Подожди, Женя, вот я хочу стримить, да, ну, какой-нибудь там, не знаю, шоу-бизнес, продюсерская тематика и так далее. Ну, опыт большой, я просто, вот, что мне надо сделать для того, чтобы, ну, твич я скачал, да, то есть аккаунт сделал. Какие дальше целодвижения, кроме контента? Я имею в виду, чтобы просто, если аудитория появляется, как вот эти деньги ты выводишь, ну, как выводить их на карточку? Что надо делать просто? На карточку уже не получится, потому что отключили вывод на карточку. Ну, хорошо, в хорошие времена что происходит? Вывод на карту, прикрепляешь карту, вот. Любая карта, да, то есть? Абсолютно любая. Прикрепляешь карту, запускаешь стрим, что-то пришло, можно выводить. Минимальный вывод 100 долларов, вот так. А сейчас как обходитесь? Пока не выводили, не знаю, как это будет, без понятия. Есть, не дай бог, вот, закрываются стримы, закрывается, как бы, вся эта лавочка. Ты учился на худообразовании? По образованию электрик. Электрик, по образованию электрик. Кубон, да? Изи, да, то есть пофигу, да? Красный, красный, синик, синий, мы все готовы. Нет, слушай, ну, всегда, знаешь, такая профессия, ты, у тебя с этими делами все ровно, да? Нет, я категорически. И не курил никогда? Курил, курил, бросил. Курил, перешел на вейп вот этот. Хорошо, то есть, ну, на полом серьезе, вот, ну, ты на сегодняшний день, вот, вдруг ты узнаешь все, стримы обрубили, больше вот этой лафы пока не предвидится. То есть, ты реально идешь в электрике, электриком работать? Наверное, нет, наверное, откроешь что-нибудь свое, буду... Или в родной деревне сторожев? Нет, наверное, товарным бизнесом буду заниматься внутри Беларуси, что-нибудь такое. Каким товарным? Ну, ты извини, какой сейчас товарный бизнес? Ну, ребята есть, которые там, фабрики, допустим, те же РГБ, торшеры, свет. Этим можно заниматься элементарно. Производство. Ну, смотри, мы с тобой продавцы воздуха. Мы ничего не создаем. Ну, как бы, масс-медиа, СМИ, да, вот... Я контент. Блин, я тоже контент, серьезно. Меня целый телеканал, ты сказал, что ничего не создаем. Создает контент, понимаешь, но это все равно продавцы воздуха. Мы с тобой на станке, там, где люди, или... Там, я не знаю, что ли... Будем вместе, я научусь, хорошо, я врач, ты... Ты этот электрик, ну, не знаю, как это совместить. Меня током, ты полетишь. Коллаборация, да, будем током лечить. Да, да, да. Окей, хорошо, шоковая терапия. Что-то открой, мне кажется, свое. Ну, реально, я так понимаю, что у тебя, как бы, энергии хватает. Плюс, ну, молодость, ты сидеть не будешь на одном месте. Что, в принципе, всем, ребята, вам тоже рекомендую, чтобы просто, знаете, пятую точку и на диване, и ныть, и что все плохо. Нет, надо просто что-то пытаться делать, и тогда этот мир все-таки покажется, наверное, более интереснее и веселее. Чтобы ничего не говорили, кстати, я два года на заводе работал, поэтому нормально. Отработал, все как полагается. Поэтому я к этому уже, как бы, готов. Я понял, слушай, хорошо, ну, YouTube-то мне говорил, что ты сейчас, в принципе, уже ничего, как бы, практически не заливаешь туда. Буду запускать буквально на днях. Будет что-то? Буду возвращаться на YouTube буквально пару дней. Женя, а пранки не хочешь еще поснимать? Очень много времени будет. А хотите? У меня еще запланированы Twitch, вот там коллаборации со стримерами, приглашение гостей, вот есть такое шоу, которое я хочу сделать. Именно шоу? Да. Это именно гость будет приходить на стрим. А! К примеру, ты приходишь ко мне на стрим, домой, мы запускаем стрим, проводим шоу и все. Ну ты говоришь, я к себе приду на стрим. У тебя таких еще и не было. Меня забанят сразу. Судьбу я ругаться матом не буду. Мы поговорим с тобой об индустрии развлечений, шоу-бизнесе, в Беларуси которого нет. Ты все время, вот я когда с тобой тогда еще списывался, созванился, ты говоришь, я до шести, я всегда занят. Вот до шести, до 18.00 ты занят. Это стримы? Да. Дикое расписание. Каждый день с часа до шести я стримлю. Меня просто жизнь научила одной штуке, будет, кстати, вам полезно, запоминайте. Когда я хайпанул, вот, я прям получил первые деньги. И я такой думаю, так, бабосы есть, можно сходить куда-нибудь. Мы с друзьями пошли, ну и там на недельку так зависли нормально. Вот. И так было два раза. Я просто тратил деньги просто на ненужные вещи. И потом я такой понимаю, у меня просмотры упали. Я начинаю, начинаю, начинаю. И снова заново нужно хайпануть и тому подобное. Поэтому жизнь меня научила, если что-то сейчас идет, нужно это делать до конца. Вложиться на максимум. Вот. И я пока, у меня прям в голове вот такая мысль. Пока молодой, нужно работать. Отдохну в старости. Это очень хорошие слова, потому что я думаю, они многих ребят простимулируют. Вот я еще хочу показать, значит, у тебя, Женя Ларкин, YouTube. 130 тысяч подписчиков. 130. Ну, это уже серебряная кнопка. Это уже приятно. Золотая же лямб, да, миллион? Потом, значит, у тебя, ну, я понял, ты инстаграм вообще не трогаешь, 16,2. Ну, честно говоря, зря ты его не трогаешь. Его иногда трогать можно. Можете подписаться, будут трогать. Подписывайтесь на Женю, да, и на мой тоже скромный инстаграм. Где-то тут, наверное, будет. Так, а здесь у тебя, сейчас мы посмотрим, так, 154 тысячи. Да. У тебя в твиче. Вот какая целевая аудитория у тебя на в твиче? Может, сейчас, у тебя же есть какие-то там аналитики или чего там? Да, да, да. 14-30. Ну, вот про донатера, которого я говорил, ему 30+. Вот. Ты их никогда в глаза не видел никого, да? То есть вообще, не знаешь, как они выглядят в инсте, там, ничего. Нет, в инсте я общаюсь, но у него там нет фотки. Вот. Поэтому я его ни разу не видел. Ну, это какие-то веселые ребята, вот честно. Я не знаю, 300 тысяч даже в год России отдать просто чуваку, который стримит по поводу игр. А он фантик, да, я так понимаю, он игроман там вот какой-то прям. Нет, он обычный парень, мужчина. Ну, понятно. Который просто смотрит стримы и все. Залетает периодически, там, может закинуть 10 тысяч рублей и сказать «Привет!» Как в жизни, наверное, все, жизнь удалась, что тогда, что 300 тысячка просто кину, чуваку, вот так вот, «Ай, бро, не жалко». Ну, то есть, видимо, человек зарабатывает, по всей видимости. Ну, да, видимо, да. А так, ну, в среднем, это какие-то 50-100 рублей, да, наверное, вот такие вот кидают, да? Да. И ты потом, как ты видишь, к примеру, стрим прошел, ты уже видишь, у тебя сразу идет отображение, сколько там донатов прилетело. Сразу, сразу, моментально. Ну, вот, хорошо, смотри, вот, если мы берем локально один стрим, ты его провел. И сколько вот в среднем, давай не будем брать потолок и не будем брать какой-то минимум, среднее, вот такое вот арифметическое, что прилетает за один стрим? Тысяча рублей. Тысяча рублей, да? Это, если по старому курсу, это сколько получается, 20 долларов меньше? Тысяча рублей, это где-то 12 долларов. А, 12. 11, ну, буквально пару дней назад там тоже залетел коллега, также стример, он там 150 долларов закинул, просто так, вот. Поэтому по-разному, друг друга поддерживаем в сложное время. Не, ну, прикольно, я просто, ну, смотри, ну, за 10-12 долларов ты бы не вытянул бы с девушкой жить, да, снимая квартиру и так далее. Интеграции. Интеграции. А там монетизация тоже подключена, да? Да, монетизация внутри, игровая тоже. Минимальная монетизация, как на ютубчике или там что-то чуть по-другому? Также за просмотр, когда ты смотришь видео на ютубе, там появляется реклама. Также она на твиче одинаковая абсолютно. Вот, и за нее тоже платят. Хорошо, Женя, вот скажи, самое необычное, самое необычное, вот что было для тебя, вот, блин, в смысле, зачем? Ну, наверное, самое необычное, это вот что произошло вот буквально недавно. У нас, допустим, в русском сегменте прям хорошее количество зрителей, это прям ребята, которые давно на твиче, у них там по 20 тысяч, к примеру, среднее количество зрителей. Вот, у меня, конечно, у меня в пике было 4-800 тысяч. Это на одном стриме? Да, почти 5 тысяч человек смотрят в одно время, как я играю. Ну, не все же Женя донатит, это, ну, из 4 тысяч, ну, сколько там, 5%, 1%, 2%? Там могут просто даже не донатить. Вот, может быть, такое. Ну, вы такие стримы, что вообще по нормам было здорово, да? Конечно, конечно, бывали и много раз, вот, бывало там 10-15 рублей может просто так накапать, вот, просто с донатиков, если минимальный донат стоит там 5 рублей, вот, 10-15 рублей и все. Но ты никогда не рассчитываешь на донаты. Донаты по большей части, вот просто по опыту, это когда колоссально большая сумма залетает, для этого донаты и есть, вот. Вот, мы не живем на донаты, вот, но может кто-то такой прикольчик кинуть, вот так. А в месяц, ну, блин, просто я думаю, ни одному мне будет интересно, но в месяц у тебя вот было такое, что там, я не знаю, там пару тысяч, ну, долларов, вот, я имею в виду за месяц прилетал, да? Даже и больше, наверное. С интеграциями? С интеграциями, совсем. Смотри, тут у меня, как бы, еще есть вопросы, конкретно от моей аудитории, которую мы попросили задать Жене Ларкину. О, интересно. Да, я не буду тебе говорить, кто это, что это, но здесь даже с такими, как тебе сказать, сленговыми штуками, которые я пытался понять, потом, как бы, расшифровал. Смотри, а, ну, здесь первый простой, были ли у тебя пранки с постановой, ты меня ответил, да? Да, конечно. Были. Второй, занимался ли ты накруткой онлайна? На твиче? Да. Нет, ни разу. Абсолютно не раз. Самодонатил ли ты себя? Аризон, процент же вычтут. А есть люди, которые самодонатят себя? Не, мне кажется, что нет. А для чего это? Я вот тем, за что купил, задал продал. Может быть, может быть такое, допустим, когда плохой стрим, и ты такой, типа, донатишь, вот ты классный стример, классно, вот эти все дела, но это просто говорят внутри твича. Чтобы привлечь внимание, что вот кто-то, нет, ты же можешь попросить там двух-трех друзей, которые есть на твиче, чтобы они, типа, ну, как бы, закинули какие-то там минимальные копейки, да, чтобы, типа, разогрев, разогрев. Нет, я таким не занимался. Хорошо, и еще вот один вопрос. Предлагали ли отмыв бабок через Donation Alerts? Что такое Donation Alerts? Это через 100 донатят. Да, предлагали ли отмыв бабок через Donation Alerts? Ну, мне не предлагали, вот, но я слышал среди стримеров, что есть такая движуха, и занимаются вот этим ребята. Но, аризон, опять же, люди, которые тебя знают, задавались вопросы, я не буду называть, кто. Даже кто меня знает, да? Ну, нет, который смотрит, подписан на тебя, и которые, как бы, сидят на твиче. Стримерам предлагали, мне нет, потому что я прям, ну, мне это не нужно. Если они предлагают каких-то 30%, к примеру, от 100%, ты забираешь себе. У нас в Беларуси это 13%, вот, и заплатишь сразу налоги, но если колоссальные суммы, которые там писали, там, миллионами рублей в месяц, ну, это прям к тебе будут с подозрением смотреть. Ну, сколько вот в месяц вообще можно вот так вот заработать, что прямо у Валкона? Ну, пик у меня в месяц сколько был? Да, в месяц, в месяц. Со всеми, там, с монетизацией, с стримами. Максимум, может, 3. Долларов? Да, 3 доллара. 3 доллара, хорошо, 3 доллара за месяц, нормально. А рекламу там, ты можешь интеграцию какую-то? Да, да. То есть, а предлагали вообще за все время что-то? Да, есть, допустим, сайтики какие-нибудь, есть игрушки, есть тот же энергетик, который придет к тебе и скажет, мы хотим у тебя взять рекламу на стриме. Букмекерские конторы там тоже есть, да? Да, да. Нормально они платят? Вообще, сколько стоит реклама у стримера? Ну, если вот хороший стример, такой прямо вот сильный, такой прямо лютый. Я могу сказать... Я даже не про себя, вот просто если... Онлайн, если, к примеру, 20 тысяч, вот, это даже сам стример сказал недавно, за один стрим полтора миллиона рублей. И так, Женя, сейчас Блиц-опрос, это короткие вопросы, ты можешь отвечать коротко, либо развернуто, главное, чтобы честно. Погнали? Да, let's go. Come on. Ютуб-каналы Юри Дуть или Женя Бэткомедян? Юри Дуть. Тик-ток, Ютуб или Твич? Что все-таки? Твич. Фараон или Моргенштерн? Моргенштерн. Тебе нравится Морг? Четкий тип. Не, а как думаешь, это вообще музыка или это так вот, как бы просто... Это новая музыка, это новая школа. А его вот... А, Слава Мерлова. Слава Мерлова. Слава Мерлова. Слава Мерлова. Слава Мерлова. Да, да, да. Вот эта тема. Мне кажется, этот тип гораздо поинтереснее, не? Чем Моргенштерн. Ну, Моргенштерн, он маркетолог, очень крутая. Как маркетолог вообще, он просто пушка, но... Поэтому даже, он же сколько там, по-моему, за миллион долларов у него купили альбом, и трек у него там, где он делает отрыжку. Слушай, ну он же был блогер, он же сначала стебался конкретно раньше над всем, то, что делали в рэп-культуре российской, а потом он сделал то же самое. У него какая-то рок-группа, по-моему, была. Да, да, да. Ну, Морг, он такой, знаешь, самобытен, скажем так. Хорошо. Девушка-блогер, интервьюер номер один русского ютуба для тебя. Ивлеева, наверное. Ивлеева, да. Парень-блогер номер один русского ютуба для тебя. Егор Крит. Везде прям. Прямо вот ютубер он, да? У него даже, да, но если не Крит брать, допустим, если его больше к музыканту, хотя у него тоже ютуб-канал есть. Я знаю, конечно. То взять Бустера. Ну, Бустера, да, потому что ты, знаешь, Крит ютубер. Ну, Крит он тиктокер. Ну, понятно, да, он больше музыкант все-таки, да? Какое тебе больше нравится шоу? ЧБД? Угу, не знаю. Либо Львы на джипах? Львы на джипах не знаю, ЧБД. Да, тебе заходит вот как бы, ну, ты же как бы не нормативная лексика, я так понимаю, сам не пользуешься, а ЧБД тебе... Ну, я могу вполне слушать. Три основных качества для тебя в девушке? Честность, самое главное, наверное, верность, вот, и я не знаю, что можно, доброта. Куда бы ты потратил сегодня свой первый миллион долларов, если бы ты заработал, вот что бы ты сделал? За миллион долларов? Квартиры. Просто недвижимость, да? Да, кучу, кучу просто купил бы и все. Тоже правильно. Что для тебя кринж или зашквар в ютубе? Ну, вот именно. Наверное, такого нету, все делают шоу. Я понимаю, даже если какой-то, я не знаю, там, человек делает бред, я понимаю, что он это делает для шоу, чтобы было весело, были просмотры. А четвертое это весело, да? А четыре? Это, наверное, для определенного возраста это весело. Но это совсем маленькие, это, ну, аудитория, как бы, детворы, правильно? Да, по большей части, да. Ну, что я это смотреть, я это не могу, честно. Поступок, за который тебе стыдно по сей день? Ну, который ты можешь озвучить. Я уехал в Москву, ее обманул, говорю, я в Минске, у меня там с телефоном проблемы, трубку не могу поднять, у меня уже российский номер. Но у меня папа знал, вот, как бы, а мама не знала. Поэтому, наверное, самое большее за это, то, что к родным вот так как-то... Ну, да, обманывать с родных, да, вообще ничего нельзя. Три лучшие группы или исполнителя всех времен и народов для тебя? Макан это 100% очень крутой. ЛСП какой-нибудь. Земляки наши? Крит тот же. У него тоже есть крутые треки. Женя, тебе нравится Крит? Да, почему нет? Я так знаю, мальчику, когда нравится Крит, я так знаю. Нет, а там есть очень крутые треки. Да, нет, есть треки хорошие, а что, с иностранной музыки вообще тебе ничего не заходит? Некоторые заходят, но я не прям не углубляюсь. Есть ли у тебя скелеты в шкафу? Наверное, нет, их все, наверное, знают. Моя аудитория там, наверное, вот прям... Если у меня даже что-то случилось, к примеру, вот у меня как было, у меня у кота отвалился хвост, одна третья часть. Я на стриме это сразу сходу и сказал, запустил, говорю, пацаны, у меня отвалился хвост у кота. А что у него отвалился хвост? Мы взяли котика с улицы, вот, там в инстаграме было объявление, ему, наверное, прижали дверью, и у него отвалился хвостик. У меня кот тоже я взял в приюте, поэтому... Девчонки и мальчишки, если хотите приютить кого-то, не берите там этих заводчиков и так далее, берите в приютах. И всегда это будет вам великая благодарность. Погнали дальше. Топ-5 звезд русского ютуба для тебя. Ивангай тот же можно взять. Тот же бустер можно взять, у него очень крутое видео Миша Литвин. Кого можно еще взять? Стаса, как просто. Вот понимаешь, такие вопросы, я как бы не думал, что они будут, и прям все вот такие чисто, знаешь, такая обезьянка. Ну, да, домой ходят еще ютубера, ну, от любого, вот, я не знаю там. Кого взять, кого взять ютубера? Ян Гог, к примеру, можно. Окей. Мечта всей твоей жизни, либо основной месседж, вот, ну, что для тебя вообще, к чему ты стремишься? Либо мечта какая-то есть. Чтоб в жизни все хорошо было. Наверное, так. Побольше здоровья, а там остальное все уже будет. Если бы тебя Лариса Гудеева пригласила на проект «Давай поженимся», пошел бы ты, если бы ты был без отношений? Я бы уже полетел бы. Серьезно? Конечно. А нужно ли попробовать в этой жизни все? Нет. Ну, и последний вопрос от Марселя Пруста, встретившись с Богом, что ты ему скажешь? Извините. Извините. С нами был Женя Ларкин. Женя, эта рубрика называется «На картонах», как в 90-х. 90-е ты не застал, это понятно. Еще полгода я там был. Полгода был в 90-х. Это какой у тебя? 99-й. 99-й, я понял. Но все равно нулевые, когда подросток, тем более у тебя, я так понимаю, небольшой городок, да? Да. И какие-то хурганские моменты, по-любому что-то прилетало. Куча. Занимался каким-нибудь спортом, были ли какие-нибудь драки, потасовки, бойни, может, за девочку дрался? Нет, у меня немножко другую было, я сам по себе такой пакостник, могу историю рассказать, да? Ну, конечно, конечно. Пришел я в магазин, мне как раз было сколько, наверное, 12-13, там была стеклянная витрина, и я решил проверить, насколько она прочная локтем. Я на нее оперся, и, как оказывается, она была непрочная. Она прямо ушла, и мне говорит продавщица, зови папу, будем менять стекло. А я такой думаю, я же маленький, вроде как прокатит, ничего не будет. Вот, я ушел буквально на час-полтора, и потом заглядываю через дверь, а мне продавщица говорит, Женя, я жду папу. Я прихожу, а у меня папа такой, что случилось? Он сразу понимает, когда что-то плохое. Я ему рассказывал всю эту ситуацию, вот, и было не особо мне приятно, вот. Ну, у меня папа такой добрый, но у него есть, он мне как сказал, я очень расстроился из-за тебя, вот. Я тогда понял, что прямо такого делать не надо, он пошел поменял стекло, но было очень неприятно. Слушай, а я имею в виду какие-то вот драки, хулиганские моменты, там ты с ребятами там вместе, там, клуб танцев, куда-то ходили. Драки были, да, я сам не конфликтный парень, вот. Но я в своем городе прям творческий такой был, я танцевал, поэтому, а многим парням это не нравилось, что такой пацан танцует, вот. И мне паренек пишет, ты такой-то, ты такой-то, ну, начинает оскорбление, я это свожу на нет, просто в игнор полностью, вот. И мне тут звонит друг, говорит, подойдите, типа, сейчас пойдем погуляем. Я прихожу, там человек 40 пришло наблюдать, ну, это мой город, вот. И он такой говорит, ну что, поговорим? Я такой, ну, поговорим. А я тогда еще занимался немножко тайским боксом. Танцами тайским боксом, интересно, да? Да, 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 танцами это прямо сейчас тектоник, вот это все дела. Вот, это тогда тренд был. И тайским боксом чуть занимался. И, получается, мы стали, вот, мне, он навешивает, так, чисто с правой. Я увернулся, я не знаю, как у меня это получилось. Бэм, он лежит, я сверху, и все, меня уже убирают. И говорят, он такой встает, говорит, все, я больше не буду. И так мы разошлись. Ко мне пацаны подходят, говорят, как ты так умеешь делать? Я такой, не знаю. Слушай, Женя, а там за челку, за серьгу там не прилетало? Нет, ни разу. Не спрашивали, там такого уже не было, да? Ухо я пробила, это когда мне было 19. Это уже в Минске было, вот. Нет, не было. За девочку в школе дрался хоть раз? Ну, не было девочки в школе. То есть, это такой прямо был пай мальчик, что у тебя... Когда у тебя вообще начались первые отношения, когда ты познакомился с девушкой? В общежитии, как в Минск переехал. Вот там себе пошло. То есть, творчества, хулиганских таких особых замесов не было? То есть, ты больше в танцах, там, в творчестве и так далее? Наверное, так было, да. Но в 15 лет я уже прям начинал сам зарабатывать. Вот, поэтому у меня как бы тогда уже приоритеты были выставлены. Короче, самая лютая драка. Не, ну что, вишка, хулиганские моменты были. Ребятки, это была рубрика на картонах. Было это зашквар или прикольно? Пишите в комментариях. А мы скоро увидимся. Зашквар. Итак, ребятки, сейчас самое интересное. Не забываем ставить пальчик вверх. Подписываемся на наш канал на ютубе. Побуяним. На ютубе, твич вот этого прекрасного молодого человека. Везде, где есть Женя Ларкин. Подписывайтесь. И вопрос от Жени. Какая моя самая большая фобия в жизни? Победитель или победительница у нас получает что? Вот у меня есть на твиче вот такие смайлики. И я вот прямо сделал. На кружечку сюда его сделали. Вот, как бы красиво. Отгадайте, получите приличные встречи. Женя, лично вам, если вы в Минске, вы приезжаете. Женя вам лично эту кружечку передаст. Ну что ж, ребятки, это был шоу Побуяним. С вами был Андрей Буяльский. В гостях у меня был стример, блогер, ютубер. Очень классный, креативный парень. Женя Ларкин. Скоро увидимся на телеканале Европа Плюс ТВ. Беларусь и версию без цензуры. Смотрите на нашем ютуб канале Побуяним. До скорого, пока. Уу!